На улицах Владимира мало информации о героях Великой Отечественной войны. Эту проблему обсудили на заседании городской общественной палаты. Плакаты с портретами и описанием подвигов было предложено разместить на улицах, названных в честь защитников Родины, а также возле городских памятников и на остановках. С инициативой выступил ветеран вооружённых сил Иван Вершков. Не изменяя название остановки, с конструкции остановки убрать рекламу колбасы, гигабайтов и прочее, а разместить большой портрет Евгения Пичугина, её краткую биографию, описание его заслуг, её героического подвига и содержать в таком виде эту обстановку всегда. Идея для города интересная, но её воплощение скрывает немало подводных камней. Некоторые члены общественной палаты поддержали инициативу убрать рекламу с остановок, названных в честь героев войны. Тем более, что во Владимире их всего семь. Вопросы возникли с городскими памятниками, ведь плакаты должны органично вписываться в общий вид культурного объекта. К примеру, ветераны предложили разместить информационный баннер рядом с памятником «Голос Победы». На нём можно было бы прочитать биографию легендарного диктора Юрия Левитана и узнать о его роли в Великой Отечественной войне. Но и тут надо действовать осторожно. «Это может на самом деле визуально нарушить визуальное восприятие самого памятника, автором, замыслом которого был скульптор, архитектор. Поэтому надо к этому подходить очень деликатно, деликатно, взвешенно, с каким-то проектным предложением, опять же, с обсуждениями». Инициативу в городской администрации будут обсуждать ещё неоднократно. Необходимо выяснить, как будут выглядеть информационные плакаты, продумать их доступность и защиту от вандалов. Но в целом, считает в общественной палате, идея будет полезна. «Я просто мама двоих детей, и я очень хорошо знаю, что, к сожалению, дети наши не знакомы с нашей историей. И абсолютно не хватает того, что есть в школах, всякого дополнительного образования и всё, что с этим связано. И если перед глазами у них будут постоянно мелькать наши герои, будет постоянная информация, они будут это читать. Это 100% будут читать. Они будут это знать, они будут гордиться нашей страной, а не то, что происходит сейчас. Поэтому я полностью поддерживаю эту инициативу. Я готова при необходимости включиться в рабочую группу». Вторым вопросом на заседание общественной палаты стало благоустройство князь Владимирского кладбища. Объект культурного наследия требует особого внимания. В городе будет создан попечительский совет, отвечающий за порядок на кладбище. Предстоит решить ряд проблем, первая из которых – финансирование. Екатерина Гаврилова, Стас Треговов, Губерния 33. Субтитры создавал DimaTorzok